Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с самого утра мы вместе анализируем события, которые случились на финансовых рынках и повлияли на те инструменты, спекуляции, по которым мы проводим на протяжении многих месяцев. Традиционное такое вступительное слово. Сразу хочу отметить, друзья, что сегодня у нас очень интересная торговая сессия, потому что мы наконец-таки дождались с вами данных по Non-Farm Perils, еще не совсем дождались, но, по крайней мере, уже через несколько часов все внимание трейдеров будет направлено, опять же, на оценку того, как очередной релиз, разумеется, повлияет на темп ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах. Интересует нас декабрьское заседание, хотя может оно интересовать только скептиков, мы же с вами в отношении доллара являемся оптимистами и не сомневаемся в том, что именно в этом месяце под самый заной с 2018 года ставки снова будут подняты. Как это повлияет на доллар? Безусловно, друзья, у доллара в связи с этим может быть только одна отдача, одни целевые ожидания. Это рост дальнейшей возможности закрепления против иены выше 115. Для меня это своего рода такая заветная психологическая планка. Я давно, скажем, на своем радаре ожидания держу этот уровень. Мы стремимся к нему, мы видим то, что доллар всячески старается противостоять геополитическим рискам и отыгрывать довольно неплохо макроэкономический позитив. Хотя, если учесть о каком позитиве, собственно, мы говорим сейчас, ну я думаю, что просто грех даже на таком фундаменте не расти. Вопросов к доллару сейчас вообще не должно быть. Возможно, они появятся уже в 2019 году, когда я вам уже говорил, мы начнем готовиться к не очень приятному явлению, которое циклически случается на финансовых рынках, в мировой экономике. Это своего рода финансовая кризис. Ну, очень трудно точно спрогнозировать, когда он может случиться. Я сейчас даже не хотел бы об этом говорить. Сегодня мы ждем Non-Farm Perils. Сегодня мы нуждаемся в еще одном доводе в пользу того, что с политикой в целом никаких сюрпризов дальше не произойдет. Сегодня нам нужен еще один катализатор роста доллара. Ну и помимо американской статистики по рынку труда, мы с вами ждем данные по рынку труда Канады. В связи с этим к Канадцу также у нас особые отношения. Сегодня мы планируем дождаться хороших данных. Посмотрите на прогнозы ожиданий экспертов. Убедитесь в том, что ожидается прироста новых рабочих мест, ожидается и снижение безработицы. В целом это также поддержит, как и в случае с долларом, идею уместности дальнейшего разгона процентных ставок только в рамках уже канадского регулятора. И этот позитив может быть более существенным в плане желания отыграть его, чем, опять же, позитив по доллару. Потому что влияние сильного отчета по non-farm parallels на американца может быть довольно вялым, потому что уже никто не сомневается в том, что рынок и сектор восстанавливаются в Штатах. Уже многие закладываются под то, что, собственно, в ноябре, в декабре тоже отчеты будут довольно сильные. И если говорить про то, дисконтировали ли трейдеры, отразили ли в курсе, то многие скажут, что повышение ставки в декабре уже может быть даже заложено в тех котировках, которые мы видим. А вот что касается канадца, тут, конечно же, у нас очень, скажем, большое пространство для такого положительного, позитивного маневра. И мы понимаем, что потенциал роста канадца, он значительный. Не только из-за перспектив роста процентных ставок. Может быть, еще большим катализатором, фундаментом для роста канадца поступает вот достигнутые трехсторонние соглашения между США, Канадой и Мексикой. Ну, хорошо, о канадце мы с вами еще поговорим. Друзья, в понедельник, безусловно, мы уделим основной акцент именно этим двум валютным инструментам, доллару и канадскому доллару, потому что сегодня действительно они герои дня. И основные движения на рынке Форекс будут прежде всего связаны с поведением этих двух инструментов. По остальным активам, которыми мы спекулируем, нефтянка 84.71 за закрытие прошлой торговой сессии 85.08, это уровень, который мы видим сейчас. В целом, коррекция развилась на рынке черного золота. Ну, это пока что всего лишь один день локального отката. Не хочется спугнуть медведей, хочется, опять же, помочь им как-нибудь поддержать то, что их посылы, их намерения, ну, правдивостью, опять же, и абсолютно оправданными, опять же, ожиданиями. Потому что с учетом того фундамента, который мы анализировали, уже давно пришли к выводу, что Иран не является угрозой для мирового предложения. И в целом, участникам рынка нужно все-таки еще раз переосмыслить свой подход. И, может быть, все-таки, не знаю с какой стороны, но подойти к идее о том, что мировому предложению ничего не угрожает. Мы пытаемся, друзья, будучи продавцами нефти, по крайней мере я, использовать для этого доводы роста нефтедобычи в других странах. И вот какое-то время после уже заседания технического комитета ОПЕК, который состоялся, получается, три недели назад, у нас не было никаких отсылок на Саудовскую Аравию, на Россию, о планах по нефтедобыче. И вот вчерашняя торговая сессия. Саудовская Аравия и Россия сообщили о намерениях увеличить производство нефти в целях противостоять нехватке предложения на глобальном рынке. Я не сомневался в том, что именно так оно и будет. Я и не сомневался в том, что даже без этих сообщений, без заявлений, без уведомлений общественности, скажем так, эти регионы бы все равно поднимали планку по нефтедобыче. Потому что там и свои кровные интересы для тех стран, которые, чье благополучие, в принципе, основано на экспорте углеводородов. Я также напоминаю вам, друзья, про рост запасов США. Отчет, который в прямом смысле почему-то участники рынка тотально проигнорировали, не было никакой реакции. Мы иногда видим куда более выраженную реакцию на изменение и отклонение запасов на меньший показатель. Но у нас по запасам роста, не у нас точнее, а США, на 8 миллионов баррель, это максимум почти за 2 года. Но месяцев за 15-18 точно. Хотя в прошлом году, не помню точно когда, был показатель прирост запасов больше, чем на 9 миллионов. Ну, скажем так, почти за 2 года. Это все равно серьезная такая временная параллель. И полагаю, что к этому отчету участники рынка еще вернутся. Если даже не вот сейчас, то возможно в следующую среду. Хотя, друзья, в понедельник в Штатах очередной праздничный день. Публикация релизов поедет ровно на сутки. И, соответственно, следующий отчет по запасам нефти мы будем анализировать уже в четверг. И я уверен, что из-за по-прежнему сохраняющейся такой сезонной тенденции технического обслуживания производственных мощностей нас ожидает еще одна неделя роста запасов. Также мы будем следить за показателями прироста нефтедобычи в США. Последние недели указывают на то, что американцы сохраняют высокую эффективность с учетом тех, скажем, буровых, которые уже введены в эксплуатацию. И показатели держатся на очень высоких значениях. Штат — это также один из тех регионов, который будет при необходимости доснабжать рынок углеводородами, если в этом будет, собственно, потребность. Поэтому мой расчет, друзья, на АТО, может быть, он, конечно же, оптимистичен, учитывая то, что все-таки мы говорим о развороте, о движении против мощного, интенсивного, развивающегося тренда. Но я не могу оставить в такой фундамент и я не могу отказаться от идеи того, что на рынке черного золота сейчас происходит совершенно странная ситуация. И странность этой ситуации объясняется тем, что ралли практически в рамках недель, когда актив прибавляет по несколько процентов, даже больше, основана на факторе, о котором мы узнали больше полугода назад, когда США вышли из ядерного соглашения и растворили, можно сказать, сделку с Тегераном. На таком фундаменте, сомнительно, на мой взгляд, но расти так интенсивно нельзя. И, на мой взгляд, все-таки речь идет о движениях котировок действительно к тем уровням, когда все без исключения поверят в то, что рост будет продолжаться дальше. Я думаю, что уже давно нужно было занять совершенно другую позицию для покупателей, которые смогли воспользоваться возможностью такого спекулятивного бума, который произошел в этом активе. Но этот спекулятивный бум в целом не имеет отношения к реальной и здравой фундаментальной картине. Селл-стоп, друзья, это как сделка с отметки 84. Не оставляю я попыток все-таки поймать коррекцию, которая может быть значительной, серьезной. И то, что мы видели в рамках вчерашней торговой сессии, даже вот снижение в рамках одной торговой сессии на несколько процентов, это мы видели последний раз такой одновременный спад, наверное, месяц назад. Но все только начинается. Я думаю, что при развитии, опять же, дальнейшего снижения, при появлении фундамента, даже в таких сообщениях, как вчера, в Саудовской Аравии, в России, медведи будут чувствовать себя, скажем, более увереннее на финансовых рынках. Рубль 67,01, даже с учетом высоких цен на нефть, мы видим то, что рубль все равно начинает поджимать. То, что рубль сейчас провалился сразу на несколько процентов против доллара, это явное доказательство того, что потенциале коррекции нефти начинают задуматься и российские денежные власти, понимая, что, возможно, сейчас последняя попытка урвать побольше с учетом роста через девальвацию рублевой стоимости баррелей нефти как дохода от нефтегазового сектора. 67,01, это только цветочки, ягодки у нас предполагаются дальше, и это гораздо выше 70, поэтому, надеюсь, вы воспользовались, собственно, подарком в плане динамики доллара против рубля, откатом в районе 65, и на отметке 65, да даже текущий уровень, они все равно создают и дают возможность здесь очень хорошо сейчас закупиться валютой в расчете как минимум на 10% девальвацию рубля. Доллар иена, 113,87 котировки сейчас в рамках вчерашнего дня развилась коррекция, я думаю, что она была больше связана с тем, что трейдеры фиксировали результаты ралли, которая состоялась по факту выхода сильных макроэкономических данных в преддверии нон-фарм параллс. Это нормальная реакция, я думаю, что среди вас тоже есть те, кто пофиксил часть длинных позиций, потому что по факту нон-фарм параллс очень трудно заранее предсказать, спрогнозировать реакцию рынка, и даже, казалось бы, на отчет, который должен был бы создавать условия только для роста, мы видим довольно часто, что актив демонстрирует совершенно обратную динамику. Я не знаю, друзья, как доллар отреагирует на нон-фарм параллс, но я хочу точно сказать, я точно знаю, что сегодняшний отчет будет еще одним доводом для того, чтобы долгосрочные позиции американца крепчали, потому что такой сильный релиз, он повышает вероятность еще одного раунда разгона оставок федерального фондирования. Вчера у нас были заявки на пособие по безработице, в целом был небольшой скепсис, вы помните, из-за урагана Форенс можно было допустить, что, скорее всего, количество заявок должно было увеличиться. Но даже с учетом вот этого природного катаклизма, мы увидели сильный отчет 207 тысяч с прошлого до 215 тысяч. Это классный отчет, это сильные данные, еще один сигнал, то, что сектор труда США восстанавливается, и еще одна основа дождаться сильных данных по нон-фарм параллсу. Производственные заказы. А с прошлого спада на 0,5% сразу, можно сказать, промышленный бум такой, 2,3% роста. Поэтому, друзья, я могу предположить, что сегодня мы увидим небольшое давление на пару доллар-иена. Это давление можно будет использовать для более выгодного выкупа. Собственно, пару доллар-иена уже в расчете на то, что скоро пойдет планка 115. Поэтому сделка, байлимит, можно размещать в диапазоне от 113,40 до 113,60. Вот этот диапазон, кажется, очень перспективный и интересный. Австралиец, даже несмотря на откат доллара, австралиец все-таки теряет интенсивнее и быстрее, чем американец, и супер, потому что нам именно слабо австралийцы нужен, так же, как он нужен и австралийской экономике, с учетом последних заявлений от Резервного банка Австралии. 0,70,68 сейчас котировки. Цель 0,70, друзья, и снова замолкаем. На этом не хочется спугнуть продавцов, потому что до нашей цели остается совсем чуть-чуть, 68 пунктов. Новозеландец, как я уже отметил, друзья, следим за этим инструментом против доллара, 0,64,68, но пока не торгуем, мы сделали цель, отдыхаем. Фунт против доллара, британец день назад, точнее до вчерашней торговой сессии, испытывал серьезное давление, поскольку мы снова говорили о новостях по Бекзиту, далеко не радужных новостях, мы с вами говорили о слабых макроэкономических отчетах и о провальном выступлении Терезы Мэй на конференции консервативной партии. Ну вот вчера на рынке появились новости, опять же, со ссылкой совершенно на непонятный мне источник, о том, что якобы Англия сделала предложение, устраивающий Европейский Союз, по вопросам границы с Республикой Ирландии. И буквально через час после этого Ирландия сообщила о том, что нет никаких официальных данных подтверждений того, что эти предложения были сделаны, и Европейский Союз тоже молчит. Отчего я делаю вывод, что это очередной, скажем, слушок, который был закинут на площадки, может быть, со стороны тех, кто очень сейчас заинтересован в том, чтобы британская валюта выросла. Друзья, не реагируем на этот шум, все-таки работаем с реальными фактами, с реальными цифрами, они и с реальными рисками. На основании этого фундамента у британца только лишь одна дорога, это снижение, и в случае, опять же, выхода сильных данных по Non-Farm Perils по Штатам, сегодня риск снова включить заднюю и будет терять позиции против доллара. По британцу я, опять же, настраиваюсь на такой сценарий и предлагаю, друзья, сделку селлимит с отметки 1.30. 30 цель, вы помните, очень далеко находится, снизу это планка 1.25. Доллар канадец, котировки сейчас примерно в районе 1.29.20, улетели мы далеко от поддержки 1.28 и, наверное, счастливы те, кто привык торговать на закрытие гэпа, потому что тот ценовой разрыв, который образовался в начале недели, сделан. И сейчас уже трудно оправдать возможный дальнейший рост именно доллара против канадца, в свете того, что мы в начале брифинга уже отметили, что мы ожидаем большей реакции трейдеров в этом, для этих активов именно на канадскую статистику, потому что желание отыграть перспективу повышения ставки в рамках канадского регулятора, оно больше сейчас, чем настроиться, опять же, на декабрьское повышение ставок в рамках США. Ну, хотя бы потому, что заседание Банка Канады, следующее состоится, по-моему, друзья, 26 или 27 октября, остается вот две с небольшим недели до него, и сегодня у нас мощный сигнал того, стоит ли нам рассчитывать на повышение ставки. Я считаю, что это стоит. Хорошо, что мы закрыли гэп, может быть, теперь не потребуется какая-то прострельная свеча вверх, чтобы после опуститься вниз. Я думаю, что мы сегодня вернемся снова к поддержке 1.28, и в идеале, если там совсем удача будет на нашей стороне, протестируем, собственно, этот уровень и, собственно, окажемся ниже. Планка 1.28 настолько важная по доллару канадцу, что считается, даже с учетом техники, что закрепление ниже фактически просто на импульсе позволит паре пройти еще не меньше по сотне пунктов. Цель по доллару канадцу также находится ниже отметки 1.30, это уровень 1.25-1.26, и неуклонно мы движемся к этому значению. Очень долгое время мы не касались американского фондового рынка. Друзья, давайте пару слов все-таки сейчас скажем. Буквально до выхода данных сильных в среду по рынку труда американский фондовый рынок преобладал в таком позитивном ключе, настроения были довольно оптимистичны. DAX, точнее Dow Jones, который, собственно, в терминале Markets значится по тикетам USA 30, достиг очередного исторического максимума. Это произошло в среду, сразу же после того, как доходности американских облигаций достигли каких-то космических уровней. Я надеюсь, вы понимаете, что один из костяков и основных представителей, собственно, Dow, это в том числе и финансовые компании, и рост доходности Treasuries отражает высокую вероятность дальнейших повышений процентных ставок ФРС, и считается, что чем выше процентные ставки, тем больше зарабатывают акции финансового сектора. Такая вот простая логика. Ну, как ни крути, она срабатывает. Каждый раз, когда возникает вероятность поставить на большие шансы и большую уверенность в ужесточении политики, действительно финансовый сектор растет. Ну, конечно же, на Dow повлиял еще сам факт, в общем, выхода сильных макроэкономических данных. И очень важный комментарий, который был сделан Джеромом Пауэллом, собственно, после того, как вышли эти макроэкономические данные. Я вчера говорил, что он впервые охарактеризовал текущее состояние американской экономики как прогрессирующее удивительными темпами. Это еще больше подогрело интерес, собственно, к росту рисковых инструментов и фондового рынка. Но сейчас как раз американский фондовый рынок начинает уже корректироваться, потому что дополнительный анализ вот этого, может быть, более глубокий, вот этого фона, все-таки натолкнет на идею того, что высокие процентные ставки – это не такое уж им благо для американской экономики. Поэтому сегодня многие эксперты считают, что non-farm payrolls, независимо от характера цифр, может обрушить американский фондовый рынок. Ну, не то чтобы обрушить, но, по крайней мере, спровоцировать усиление коррекционной динамики. Во-первых, потому что хорошая статистика повысит вероятность роста процентных ставок, и, как я уже отметил только что, под определенным ракурсом это негатив. А с другой стороны, плохая статистика на рынке труда, в конце концов, приведет к более низкой потребительской активности и к экономическому спаду. Ну, здесь, конечно же, параллели прослеживаются не так очевидно, но плохая статистика, она и в Африке плохая статистика. И, конечно же, сразу же после выхода ручаровывающих отчетов по non-farm payrolls, мы очень редко видели рост американского фондового рынка. Поэтому, независимо от сценария текущего релиза, я думаю, что тот же самый S&P можно продавать доу, также можно продавать вот по USA30, то есть по доу-джонсу. Сегодня как раз можно использовать атошку селстоп с отметки 26 650 пунктов и ставить на то, что мы уйдем в район 26 300-400. Ну, конечно же, не в рамках одной торговой сессии, но за некоторое время, потому что тенденция может быть заложена, особенно по факту уже коррекции, развившейся после очередного обновления исторического максимума. Друзья, день будет очень насыщенный. Остается лишь добавить, что с учетом таких ожиданий, мощных движений на площадках, нужно обязательно контролировать риски. Вы сами знаете, на что способны в плане агрессивного трейдинга. Вы сами знаете, в какой категории трейдеров вы относитесь. И вы, как никто другой, понимаете, скажем, осознаете возможности ваших личных депозитов. Если не хотите сильно рисковать, ставьте короткие стопы. Если готовы рискнуть с учетом того фундамента, который я вам озвучил, в расчете на то, что если сегодня даже рынок себя не поведет так, как должен, но впоследствии обязательно пойдет в нужное направление, можно ставить стопы и подальше. Но они обязательно нужны, потому что в противном случае при негативном развитии событий именно они позволяют выйти с рынка с минимальными, ну или, по крайней мере, далекими от максимальных потерь, чтобы уже, будучи не вовлеченным в эту среду, оценить все, что на рынках происходит и принять новое решение о торговле. Контроль рисков он преждевременен и обязательен, собственно, для всех участников финансовых рынков. На этом давайте, друзья, завершать. Хорошая вам торговая сессия. Закрытие недели. Увидимся в понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok